Вопросы со свободой Вопросы со свободой Вопросы со свободой психологии – это понятие есть, личное пространство. Но дело даже не в личном пространстве, а дело как бы в этике же. Из зоны личной свободы. То есть он не должен нарушать личную свободу. И взаимодействие двух людей, оно как бы симметричное. Соответственно, и я не должен ограничивать другой человека. То есть я ограничиваю себя, чтобы дать свободу другому, и другой ограничивает себя, чтобы дать свободу мне. Это как бы в некоторого рода то, что называлось во Франции, в период просвещения общественным договором. Вот есть некий общественный договор. Есть некие правила и законы. Да, есть правила и законы. Именно, что правила и законы, по которым, на самом деле, люди договариваются жить совместной жизнью. То есть не нарушать свободу друг к другу. В чём-то, да? Они как бы ограничивают каждой свою свободу и не нарушают свободу друг к другу, чтобы дать другому свободу. Иначе говоря, если есть не одна свобода, а две, то они должны по отношению друг к другу как-то самоопределиться и обозначить зоны, где они взаимно друг к другу не... где они не нарушают свободу друг другу, то есть взаимно друг друга, как сказать, не ограничивают. То есть на самом деле вопрос в чём тут состоит? Тут же ведь симметричные отношения. Поэтому тут возникает то самое равновесие, о котором мы говорили, когда говорили о справедливости. Справедливо на самом деле, если возникает взаимодействие двух свобод, так ограничить свободу каждого, чтобы эта свобода каждого светилась друг в друге, то есть отражалась взаимно, чтобы на самом деле те действия, которые я хочу, которые я осуществляю по отношению к другому, имели также возможность ответного действия, чтобы другой имел право совершить те же действия, которые я могу совершить в отношении к нему. То есть есть некоторого рода симметрия, которая выражается в золотом правиле. предлагается как бы действовать так, как ты хотел бы, чтобы по отношению к тебе действовал другой. Оно и выражается в этом, что две свободы должны по отношению к друг другу самопределиться. И поэтому вот это возникает этика закона или этика справедливости, но это как бы вот, как мы пытаемся сейчас понять, не является последним видом этики, потому что есть более высокий тип этики, это этика добра или этика любви ещё, можно сказать. То есть, грубо говоря, есть некая воля, и эта воля ограничивается законами, а то, что та воля, которая осталась, она будет руководствоваться законами добра. Да, она будет руководствоваться чем-то, руководствоваться своей свободой. Смотри, вот есть некоторого рода первая этика, этика справедливости. Две свободы вступили во взаимодействие с друг другом, ограничили друг друга. Они, с одной стороны, ограничили друг друга, но они ограничили друг друга, это на самом деле внешняя сторона вопроса. На самом деле они ограничили каждый сам себя. Они ограничили сам себя, почему? Потому что каждый светится в другом, и каждый видит действие самого себя в другом. А почему этого недостаточно для того, чтобы существовать друг с другом? Нет, этого достаточно, чтобы существовать друг с другом. Это и есть принцип общежития, принцип существования социального целого. То есть, этого достаточно, чтобы социальное цело существовало. Каждый уважает свободу другого, и этого достаточно. Ну, каждый это делает. И я уважаю свободу другого, и другой уважает мою свободу. И поэтому мы встречаемся где-то на какой-то границе, да? И эти границы, как бы, для нас являются нерушимыми. Есть некого рода суверенность, автономность, как бы это ни понимать. Да, и мы живем каждый в некотором своем автономном мире. Где-то у нас есть совместные дела, а где-то у каждого свой автономный мир. Но, тем не менее, свобода у каждого из них остается. Да, но, тем не менее, внутри, вот это называется отрицательная свобода. Да, когда две свободы друг друга ограничили, и каждый, как бы, дал волю другому быть свободным, потому что так-то изначально был же произвол, но я же ограничил свой произвол, чтобы дать свободу другому. И так поступил и он, симметрия. Он такой же равный, как я, и он точно так же ограничил свою свободу, чтобы дать свободу мне. Я просто это повторяю постоянно, потому что, на самом деле, это очень важно понять. Это самое главное правило справедливости. Правило симметрии, или правило равновесия и так далее. Ну, эта симметрия не отменяет свободу каждого. Да, но, тем не менее, на самом деле, ведь это ограничение, оно ведь имеет какое-то конкретное, в конкретном, в чем-то мы ограничили друг друга. А внутри вот этого, вот этого, у меня есть некий шар моей свободы, я могу поступать как заблагорассудительство. То есть, допустим, если говорить конкретно, допустим, мы говорим о 10 заповедях. Вне этих законов ты можешь поступать свободой. Давай я конкретно скажу, просто есть некоторого рода заповеди. Обычно вот эти ограничения, они всегда ограничения на «не». То есть, они отрицают, что нельзя делать. Допустим, вот две свободы встретились, и договорились не убивать, не воровать у друг друга, там, а там, что там? Не пролюбодействовать, это не относится к свободе друг к другу. Не убивать, не воровать, потому что не убивать – это связано с личностью каждого, с существованием каждого. Не воровать – это связано с собственностью, потому что в собственности есть продолжение каждой свободы. Считать от Sono? Нет, это тоже не существенно. Существенно главное – не нарушать границы. Вот поймите на сыне, давайте говорить в экономических терминах, для того, чтобы понять. Потому что, на самом деле, вы поймите, вот есть этика как суть, а есть этика как конкретная этика какая-то. Допустим, 10 заповедей, иудейская, и христианская, и прочее. Еще раз поймите, что есть конкретная этика, но жизнь она не конкретна всегда. Этика не вырастает из того, что сели два мудреца, пощесались в разных местах и придумали правила. Так никогда не бывает. Она вырастает из жизни. Вот в жизни какие-то правила нужны, например, не прелюбодействовать, не лгать, не завидовать, не желать рабы ни ближнего своего, ни собственности его, и прочее. То есть, вот конкретные какие-то правила выработались, это просто исторический процесс. Они как-то выработались, они как и есть. Но если вдуматься, в чем сущность вот этих всех правил, она состоит в том, что у каждого из нас есть некая сфера моего, и это сфера иного, чужого. И вот вопрос состоит в том, что я не должен посягать на чужое. Я могу только в том смысле говорить о своем, если я точно так же не посягаю на чужое. И чужое точно так же, другое, может говорить о этом своем, если он не посягает на мое. Мое свое, которое мое, оно только потому мое, поскольку и у другого есть некое свое, и оно его. И вот если мы не нарушаем границы друг друга, то в этом состоит суть вот этой этики законов. То, как они конкретно звучат, а это может связаться с культурой, с какими-то конкретными обстоятельствами, это уже вторично. Первичное состоит в том, что не нарушай границы друг друга. Вот у них есть одна граница, допустим. Если мы берем, например, в участках. Вот есть два участка земли. Посередине провели границу какую-то. И вопрос в этике тогда бы сводился, если бы мы говорили про границы, что нельзя нарушать границы этих участков. Вот этот участок мой, ты сюда не заходи. А этот участок твой. На своем участке ты можешь сажать растения, какие угодно деревья, какие угодно плоды, хоть вообще ничего не делать. А я на своем участке могу тоже что-то делать. Но главный закон состоит в том, что мы не должны нарушать эту границу. Понятное дело, что это какой-то идеальный вариант, но надо понять суть. То суть этойкеи, вот этой, закон состоит в том, что есть некоторого рода границы свободы. Потому что вот мой участок, который я обрабатываю, это моя свобода. Я могу на этом участке что хочу делать? Если я не нарушаю его границы, и он не участок. И на своем участке копаюсь, его это никак не касается. Он копается на своем участке, я копаюсь на своем участке. Мы это совместно живем. И у него свобода есть, и у меня свобода есть. Мы ограничили, конечно, потому что нам же надо как-то соотноситься. Не так, что я захотел, допустим, а что-то у него земля пожирнее. там, почему? Я буду там выращивать. Понимаешь, пошел на его участок и начал там что-то там хозяйничать. Ну, это нарушение его свободы. Или он решил, допустим, что-то типа, участок что-то не очень правильно разделили. Надо вот этот кусочек, знаете, как бывает, когда эти всякие вот колхозники там разделятся, да. Они все как-то не могут поделить какой-нибудь там пенек, который там проходит по границе участка. С какой стороны его обогнуть? Справа или слева? Понимаешь? Это чуть ли друг друга из ружья не убивает. Понимаешь? Сегодня отступишь у пенька, завтра отступишь еще. Так вот, правильно. Потому что они не понимают, что они пытаются... Потому что ограничения они понимают, как внешние ограничения. Я ограничил свою свободу. Не я ограничил свою свободу, а он ограничил мою свободу. А я ограничил его свободу. Когда две свободы встречаются, возникает ограничение в любом случае. Но оно можно пониматься двоярко. Либо я, либо меня ограничил этот урод, который в торсе. Вот в торсе в одном и обитаемый чудесный остров. Какой-то чужой. И мне пришлось считаться. Мне теперь нельзя туда ходить. Так у зверюшек же так же. У них тоже территория разбита. Правильно. Только в том и состоит я правильно. Все правильно ты говоришь. У зверюшек именно так. А вот человек он понимает разумность ограничения этого. И он сам себя ограничивает. Он не потому отдал ту пять земли, да? Потому что там тот пришел и занят. Вот такой плохой. А он отдал ту пять земли потому что он понимает, что тот такой же, как я. И ему точно так же все это. И он такой же, как я. И я такой же. Мы одинаковые. И мы друг к другу взяли и поступились. И вошли в некий совместный диалог. Тут еще важно понять на самом деле, что когда я буду с ним в конфликте постоянно находиться, это и ему будет вредить, и мне. Он будет стараться пенек с одной стороны обогнуть, а я с другой. И в конце концов кто-то из нас там пострадает. Кому-то по голове настучат. Или там начнем друг к другу строить какие-то козни и так далее. А если мы в мире живем? То есть договорились, что вот на границе проходит здесь там, типа. Я себя ограничил, он себя ограничил. Взяли этот пенек и вообще вне границы. Ну, неважно, что с пенеком сделаем. Я живу спокойно, но он живет спокойно. Ведь спокойствие, когда у нас есть граница общая, спокойствие возникает, если каждый сам себя ограничивает. Не так, что его граница это есть как бы мне мозоль, понимаешь? Как бы вот так вот у него урвать больше. А так границы, которые на самом деле я себя ограничил и он себя ограничил. Они не могут ограничить себя. Ну ладно, люди могут. Как раз животные часто не могут, а люди могут. На самом деле даже и животные, и коты тоже умудряются границы ограничить. Это все неправда. В конце концов бьются, бьются, бьются и в итоге ограничивают. Потому что глупо биться вечно. В конце концов в этом можно убить себя. И как бы философскую часть этого разговора всего. Можно взять как бы феноменологию духа, раздел самосознание, и почитать о борьбе самосознания. И там все то, что я говорю, это просто изложено на философских термах. А я просто сейчас об этом говорю в поле просто, для того, чтобы объяснить, о чем я делюсь. Так вот, вот это называется... Теперь, когда мы поняли, что такое этика справедливости, или этика закона, каждый сам себя ограничил, но у него внутри вот этого самого ограничения ограничил он как себя? То есть не пересекать границы, то есть это заповеди какие-нибудь на нет. То есть не убивать, не воровать, допустим. Две заповеди, допустим, дали людям. Люди не воруют, не убивают, границы не нарушают. И внутри этих границ, внутри уже, существует личная свобода. Если я не убиваю и не ворую, я могу делать все, что угодно. Остальное, ведь остальное не ограничено. Потом постепенно, конечно, эти сферы, ведь если идет речь о участках, там, конечно, легко так вот говорить, не убивать, не воровать. Там как бы легко определить. А если люди же во многих сферах пересекаются, и поэтому возникают как бы многообразные другие сферы, в которых тоже нужно установить какие-то границы и прочее. Мы об этом сейчас не говорим. Мы просто говорим о том, что в принципе важно эти границы установить. Но внутри этих границ есть личная свобода у каждого. Ведь, собственно, мы ограничили только для того, чтобы она была. Ведь смысл-то вообще за эти законы только и состоит в том, что каждый был свободен. Ведь если законов не будет, будет хаос. Каждый пойдет против другого. Будут кромсать, это мое, а другой будет, это мое. И опять все приведет к войне всех против всех, как говорил Гоббс. Что на самом деле это общество, это война всех против всех. На самом деле это не так. На самом деле общество это разумное устройство, где каждый на самом деле сам себя ограничивает, чтобы дать свободу себе. Так устроен мир, что я ограничиваю свободу, свою, для того, чтобы, ну, тем самым даю свободу другому. Но тем самым, поскольку я отражаюсь в нем, то это фактически получается так, как будто бы я сам себе свободу даю, ограничивая себя. Вот такая вот хитрая, как бы, вот очень тонкая логика. Если ее понять, в этом вся суть, на самом деле, да, как бы, этики-то. Что суть вопроса этики и состоит в том, что произвол я сам ограничиваю для того, чтобы дать себе свободу. Вот такой странный логик, вроде бы, казалось, произвол такая, бесконечная свобода, что хочешь, то и делаешь. Но чтобы дать себе свободу, да, я должен ее ограничить, потому что другой точно так же хочет свободы. Если я свою свободу не ограничу и пойду на войну всех против всех, то я пострадаю от этого, потому что и другой точно так же пойдет против меня. И в этой борьбе я могу погибнуть. Да, а ведь на самом деле мое существование существенно. То есть я, казалось бы, ради свободы, бился, бился, и в итоге все потерял, в том числе и свободу. Поэтому мое существование существенно. И поэтому, чтобы оно было, я должен ограничить свою свободу, чтобы дать себе свободу и сохраниться. Поэтому второй момент, когда разумные существа сходятся, они понимают это. То есть первые неразумные, они сошлись, повоевали, поняли, что в войне погибает все, и в том числе теряет все. В том числе и свою жизнь, и свою субботу, все теряет. Поняли это. И поняли, что жизнь существенна. И поэтому ограничили, каждый свою свободу ограничил. В этом состоит суть законов, в этом состоит суть, как бы, общественного договора, про просвещение, в этом состоит суть справедливости, и все, всего остального. В этом вся суть. Теперь мы дошли до этики добра. Так вот, внутри этой сферы ограничений, все равно личная свобода сохранилась. И чтобы эту личную свободу, можно пустить на какое, в любом направлении, если не нарушать ограничения. То есть, если не убивать, в нашем случае, и не воровать. Все, что хочешь делать. Хочешь одно делать, хочешь другое делать. Никто тебя не ограничивает, потому что ты, как бы, внутри своей сферы власти делаешь что угодно. Вот здесь у тебя произвол остался. Был произвол вообще, все, что хочешь делать, на необитаемом устрове. Подселили это человечка, как бы, да. Произвол уменьшился, но он, типа, не менее-менее, внутри этой сферы ограничений остался. И внутри сферы ограничений у тебя произвол остался. И вот теперь внутри, куда направить свою свободу внутри этой сферы ограничений. В этом вопрос везде состоит. Собственно, иначе говоря, отрицательная свобода, она дает нам возможность быть свободными совместно, то есть в обществе быть свободными совместно. Потому что если необитаемый остров, общества нет, там и этики нет. Этика вообще возникает, когда возникает хотя бы два человека. Когда хоть две свободы возникают, тогда возникает этика. Почему я говорю две свободы? Потому что теоретически не обязательно человек с человеком соотносятся. Потому что человек может соотноситься, условно говоря, с Богом, с ангелом и прочее. То есть, если кто-то верит в Бога и ангелы. Но неважно. Суть вопроса в этом. Смотрите, там же нужно дойти как-то до этики добра. На самом деле, каждый раз переход к ней непрост. Потому что вот эта вот равновесие, справедливость, в которой мы живем, она естественная. Но естественно, на самом деле, она устанавливается. Даже если мы этого не хотим, на самом деле, мы если и живем друг с другом, мы как-то должны друг к другу приспособиться. Так или иначе, какие бы мы ни были, мы все равно вынуждены, на самом деле, приспосабливаться друг к другу. И поэтому возникает какое-то равновесие. Стихийно это равновесие возникало, например, тем способом, что одни народы становились рабовладельцами, а другие народы становились рабами. То есть, не обязательно это равновесие достигается, что другим дают равные права. Потому что ведь, как бы, считал, что господин – это и есть человек, а раб – это и вещь. То есть, даже здесь уровня нет равных. То есть, раб – это как животное. Это, как бы, условно говоря, скот. Он никто. Его можно убивать, можно продавать. У него нет человеческих прав. У него вообще… Человек, даже рабовладельец, с рабом не соотносится. Или, можно так сказать, он соотносится с рабом точно так же, как с лошадью соотносится, или с плугом. То есть, раб – это некий производитель, некого рода средство производства. Ну, это можно так соотноситься. Но на самом деле, после христианства, которое установило, что у всех человеческая природа одна и та же, все равны перед Богом. Уже так вот, рабство в том виде, как оно существовало в древности, а именно наивное рабство, где люди верили буквально в смысле, что у одни голубая кровь, что они благородны по рождению, что боги их родили такими. А рабов, боги родили их специально, будете, вот такими падалью, такой, как бы, нечистью. На самом деле, вот эта вот иерархия, она даже до сих пор в Индии есть. Это кастовость, это же ненормально, на самом деле, да, что вот одни брахманы родились брахманами, а другие неприкасаемы. Но у них это оправдывается тем, на самом деле, у них же тоже есть определенное родо оправданий. У них просто путь был не христианский, они не все стали... Через карму. Да, они через карму, да. То есть у них, на самом деле, тоже идет равенство, но равенство такое как-то странное. Да, оно, как бы, если брать всю кармическую движение, всю жизнь, как бы, да, в многих перерождениях, то там тогда все выравнивается. Потому что в многих перерождениях все тогда равны. Ну, какую себе жизнь это ты обеспечил, что посеял, то и пожно. Если ты, как бы, находишься в нижней категории, ну, извини меня, ты сам виноват в том, что ты там оказался. Я не видел просто жизнь. Да, но у них просто, иначе говоря, у них равенство... Люди выровнялись не в реальности, да, как в христианстве. В христианстве все люди равны в реальности перед Богом. А у них выровнялся в том смысле, что вот в неком движении, вот в этом бесконечном перерождении, все эти процессы перерождения, они связаны, как бы, в неком едином справедливом движении. Тут важно ответить, что христианстве равны перед Богом, а не между собой. Перед Богом. Сначала они... А, в этом самом ведоизме, там, они не равны между собой. Нет, Володь, ты просто... Там вообще нет отношения к Богу. Ты подумай, если люди равны перед Богом, то уж между собой они по-любому равны. Конечно. Ничего подобного. Это вообще разный принцип. Это что, Володь? Равенство людей... Равенство людей... Если для Бога люди все равны, а для какого-то человека не равны, то он ставит себя выше Бога. Ну, вот в Индии получается, что люди, они не равны между собой. Там отношение к Богу совсем не такое. Там Бог не от человека родился, а родился Бог. Бросил семена, и они родились из семян, а не из Бога. А в христианстве принципиальная разница, то человек есть подобие Бога и равен перед Богом. Да это не существует, на самом деле. Это, кстати, принципиальная разница. Нет, если вдуматься, на самом деле, о том, когда люди все были равны, почему они равны-то перед Богом? Они равны перед Богом не потому, что они как-то по себе, как ты говоришь, или Бог их создал. Нет, в христианстве равны перед Богом. Нет, они равны перед Богом, еще раз говорю, потому что они свободны. Люди равны перед Богом, потому что все они свободны. А почему это тогда Бог? Они если свободны, они друг с другом. Зачем нам Бог? Еще раз говорю, в чем смысл человека? Смысл человека состоит не в том, что у него две руки, две ноги, два глаза. А смысл человека состоит в том, что он свободное существо. Я и говорю, что мы догнёмся. Почему этика так важна? Потому что именно в этике человек выступает как человек. Не как в психологии, условно говоря, или в азиологии, физике и так далее. Где всякий раз он выступает своего рода предметом. Каким-то родом механизмом, аппаратом и прочим. Только в этике человек выступает как человек, а именно как свободное существо. Я это не отрицаю. Я просто хотел заметить только тот факт, что в христианстве люди равны перед Богом. И для этого введен Бог, чтобы пести равенство. Правильно. А в Индии там нет такого понятия. Люди равны между собой, в зависимости от того, есть Бог, нет Бога. Когда идея... То же самое, как рабы. Во времена равства, так сказать, люди считали, что они не от Бога рождены напрямую, а просто рождены Богом, в качестве семян, в виде чего угодно. Одни рождены из плохих семян, другие из хороших. Вот и всё, весь принцип. И никакого отношения к Богу, так сказать, они не были детьми Бога, как таковыми. Потому что Боги, это были отдельные сущности. И никакого отношения к Русям, они не были детьми. Вот ты решил правильно. Ну, я только это хотел отметить. Суть просто состоит в том, что сначала они равны перед Богом, а потом можно Бог принцип убрать, и они равны перед другим. Ну вот... И, собственно, так ведь и случилось. Убирая этот принцип, это уже отдельный разговор. Это не отдельный разговор, а о сути демократии и всякого рода... Как бы... Всех революций. Всех революций состоит в том, что люди понимают, что они перед друг другом равны. Для них это является аксиомой. Люди могут быть совершенно без Бога, но, тем не менее, у них главный принцип состоит, чтобы все люди перед друг другом равны. А приори так. А приори так. Конечно. А это взялось из христианства. Только Бога убрали, все были равны перед Богом. Бога убрали, все стали равны по приори. Слушай, все христиане живут так. У них такой принцип. А в Индии живут по-другому. Люди не равны друг перед другом. Одни равны, другие не равны. Влад, ты говоришь про нашу цивилизацию. Правильно. Я и говорил об этом, да. Ну, так я к тому, опять же, вывод будет сделан о том, что, так сказать, есть этика там, где люди не равны друг с другом, и есть этика там, где люди равны друг с другом. Разные этики, да. Только там как бы просто решается вопрос равенства людей по-другому. В итоге, на самом деле, существует некоторое стремление все-таки к тому, чтобы люди были друг другу равны. Потому что... Нет, у них нет такого стремления, я считаю. Я считаю, что у них все-таки карма, как бы, она... Как бы основание такое, что если ты будешь праведным, то ты как-то станешь выше, а как бы... Ты же можешь родиться где угодно. Брахман может родиться потом животным, растением. Кем угодно может родиться. А как же карма-то? Ну, мало ли, Брахман... Еще раз говорю, почему воз... Нет, ну ты можешь его, он может и пасть. Почему? Ну, Брахман, 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 а потом что-то случилось... Нет, ну, пасть, это понятно, пасть любой может. Нет, ну, поэта и означает, что Брахман... Еще раз говорю, равенство и состоит, как бы, в неком справедливом воздаянии. Карма же, это как раз противоречит равенству. Никак не противоречит. Как не противоречит? Карма и карма. Ведь по карме ты, если ты праведный, ты уже тем самым выше другого человека. Правильно? Нет, это неправильно, не так. Ты выше другого человека, потому что у тебя карма выше. Если это даже не осуществляется в этой жизни, это осуществится следующее. Если в этой жизни ты родился неприкасаемым, но и вел праведную жизнь, может родиться в более высокой качестве. Они равны в карме. У каждого у них есть карма, в этом они равны. Вот это их равенство. Скажем так, это безличный принцип. Безличный некий принцип, как закон природы. А то, что они равны перед кармой, это говорит о том, что они равны. Но суть состоит в том, что ты можешь свою карму либо улучшать, либо ухудшать. У тебя свобода такая есть. Мне кажется, Володя, как раз там, что они равны перед кармой. И так как карма безличная, Бог-то Личность... Я говорю, что они друг другу не равны. Нет, послушай, тут в чем отличие? А, ты говоришь, что они не равны друг другу. Я про это и хотел сказать, что так как карма безлична, то они там и не равны друг перед другом. А так как здесь Бог- Он Личность, то все, кто равны перед Богом, они равны между собой. В общем, для цели этики совершенно несущественный вопрос о Боге здесь несущественный. Понятное дело, мы исторически как возникают? Это просто важно. Я понимаю. Это исторически, конечно, важно, как возникает равенство людей. Потому что от природы, конечно, мы не равны. Понятное дело, у одного одни способности, у другого другие. Один, условно говоря, родился в семье богатых, другой бедных. Один, условно говоря, образование получал, другой в силу. Как обстоятельства, ничего. Ну, по сравнению, по сравнению, по сравнению. И так далее. Как возможности и равенство. И возможности, способности. Как принцип человека. И прочее. Нету никаких равенства, возможности, способностей и прочее. Фактически мы все разные, но мы равны только в том, в одном единстве. Что мы все свободные существа. Что мы все можем поступать свободно. Только в этом и состоит, собственно, равенство людей. И именно в этике оно осуществляется. Именно в этике мы выступаем как равные. Потому что каждый в этике выступает не потому, что он образован, умнее или богаче. А потому что он свободный и я свободный. Он трижды, конечно, богаче, трижды образованнее, трижды умнее. Но я менее, допустим, замечательный. Но, тем не менее, я свободный и он свободный. И мы друг друга ограничиваем именно как свободы, а не как какие-то конкретности. В этих способностях. Ну да. Дальше, что является раз в предзаконе. Но нам, на самом деле, важно, говорю еще раз, выйти на этику добра. Немного другого этика. Этика добра, она выстраивается изнутри. Вот внутри этого ограничения, которое сам каждый человек себе установил. Если человек неразумный, то, конечно, может, ему установил это. И первоначально для детей это устанавливает общество. Это несущественно. Человек разумный устанавливает для себя эти законы сам. Он сам себя ограничивает, чтобы дать себе свободу. Так вот, внутри этой свободы он может самоопределиться как-то. И внутреннее вот это самоопределение позитивное, оно уже называется этики добра внутренние. Не, естественно, как бы эта этика может быть, можно самоопределиться, стать и во зло. Сразу сказать, что это этика добра нельзя. Я имею в виду, что правильно было бы так сказать, что этика добра базируется на этой внутренней свободе. В самом деле, эта внутренняя свобода может самоопределиться куда угодно. И во зло, и в добро. Во-первых, она в принципе свобода, и поэтому она не ограничена только этикой. То есть она свобода, например, художественного творчества, свобода творчества технического. Можно вообще ничего не делать, можно учиться. В смысле способностей. Все, что только человеку вздумается, если он соблюдает вот эти границы свои, и не нарушает границы чужие, он как бы может делать все, что угодно. Это не касается только этики. Но если мы берем как бы всю эту нашу внутреннюю свободу, внутри как бы самоограничения, в смысле этики, вот тогда возникает вопрос об этике добра. То есть этика добра, на самом деле, это этика, которая пытается понять, что надо делать, как правильно делать, исходя из этой внутренней свободы. Потому что можно ведь не задумываться об этом, да, и жить как обычный человек. То есть мы не нарушаем законы, допустим, да. Самое, что интересно, вы же прекрасно понимаете, что как бы есть юридические законы. В принципе, этика в смысле законов, да, в смысле принципов, она ведь не нужна. Потому что есть закон государственный. И, в принципе, все эти законы государственные точно так же ограничивают свободу каждого, чтобы дать свободу друг другу, да. Чтобы государство как бы устанавливать некие законы, чтобы различные свободы отдельных людей так соотнеслись, чтобы они не нарушали свободу друг другу, да. Чтобы дали возможность друг другу жить. То есть устанавливать какого рода закон общежития. То есть этика в смысле справедливости, в смысле закона не нужна, на самом деле. Потому что есть уже закон. Закона есть, и этого достаточно. Поэтому, фактически, когда говорится об этике справедливости, этике добра, можно вообще этику слова убрать. Здесь возникает слово «этика» только потому, что мы ведем рассуждения, не начинаем с законов юридических. Мы начинаем с каких-то законов вообще, которые, допустим, как у Моисея. Моисея установил какие-то законы, вот была этика. На самом деле, когда есть государство, когда уже государство и законы, и эти законы разумны, то уже никакая этика справедливости не нужна. И поэтому даже многие люди, которые в политике участвуют, это понимают, что достаточно просто соблюдать законы, и они вообще ведут речь уже не об этике какой-то, а говорят о каких-то общего человеческих ценностях, о правовом государстве. То есть, в принципе, достаточно уже каких-то общих совершенно вещей, иноюридических. Слово «этика» можно вообще выбросить. В этом случае человек перестает быть человеком и становится просто машиной, ну, грубо говоря, зверем, который работает в рамках установленных, грубо говоря, обществом законов. Не знаю, почему зверем становится. Ну, потому что есть законы, ведь ходи туда, а не ходи сюда, все. Нет, законы... Но, тем не менее, у человека есть еще некая внутренняя свобода, вот которая... Законы не говорят, как раз не ходи, вот не делай вот этого, но они говорят, что надо делать. Какие законы? Есть законы, которые говорят нет, а есть законы, которые говорят, а вроде делай. — Позитивные законы — это ошибка, на самом деле. Никакие законы ничего позитивного говорить не должны. Они должны только ограничивать. Потому что позитивно звучит правило простое. Разрешено все, что не запрещено. — Есть разные системы юридические. Есть наоборот. У нас причем со штабами разные. Разные как раз в этом отношения. — Это ошибка, на самом деле. — Позитивный закон — это уже инструкция. — Да. Вот, например, если думаться... — В России в России мы живем по инструкции. — Еще раз говорю. Нет, это неправда. Ну, зачем так обобщать-то? — Вот, например, взять 10 заповедей. Ведь, на самом деле, это не идеальный закон. Потому что есть там позитивный. Когда ты вот говоришь, что почитаю отца и мать, это, на самом деле, позитивный закон. — А правило дорожного движения — это тоже позитивный закон? — В чем-то, да. Только это не закон, а это правило. Хотя не знаю. Вот я вот не знаю. Вот тут есть такая, вообще говоря, проблема такая. Можно ли всегда любые правила изложить в виде запретов? Вообще говоря, идеально, на самом деле, было. Я просто не знаю. Это, наверное, математическая все-таки задача. Можно ли любую систему правил изложить в виде запретов? Или нельзя? Потому что, на самом деле, смысл закона всегда запрет. — Но это будет очень громоздко, наверное. — Да это же не важно. Важно, что это можно. Потому что, если есть предписание, посчитая отца и мать, на самом деле, свои, то это не запрет же. Это же что это такое? Это некое предписание твоей свободе. В чем проблема такого предписания? — Ну, а дальше тебе пришлось перечислить, что ты не должен делать по отношению к отцу и мать. — Нет. Послушай, послушай. В чем проблема такого предписания? Вот, допустим, ты сидишь дома, телевизор смотришь. Отца и мать не посчитаешь. Пошел в туалет. Отца и мать не посчитаешь. — То есть, все, что ты не делаешь, ты отца и мать не посчитаешь. — В противном случае, ввести громадный перечень, чего ты должен сделать по отношению к отцу и мать. То есть, чего ты не должен делать. — Да, да. А достаточно было записать, как бы, в виде... Все законы должны только отрицать. Потому что отрицание легко делать. Сидишь ты дома, телевизор смотришь, там, туалет ходишь или там, на улице гуляешь. Если ты, как бы, не убиваешь... Ты просто все это не убиваешь, фактически. Понимаешь? Потому что это запрет. Ты, что бы ты ни делал, на самом деле, да? Как бы, просто ничего не делаешь, как бы сидишь, лежишь дома, спишь. Вот ты спишь, на самом деле, а закон, как бы, не убивая это, а осуществляешь. Вот в чем принцип запрета. То есть, запрет, на самом деле, дает тебе делать что угодно, он только указывает, что делать нельзя. — А действительно, а почему вот это вынесено, читая отца и мать, в отдельную запрету, а не просто в сказке соблюдать? Ну, это не смысл. — Еще раз говорю. — То есть, достаточное соблюдение десяти запретей в отношении отца и мать. — Нет, нельзя конкретные какие-то законы, в том числе и деколог, рассматривать, как бы, слишком пристрастно. Естественно, как бы, люди что смогли, то и придумали. И это с точки зрения законотворчества, да, с точки зрения, как бы, принципа и законничества, это неправильность своего закона, потому что нельзя было давать такую закону. Но с точки зрения истинной жизни, на самом деле, вот у нас же внутренняя свобода есть, и поэтому это, как бы, все равно любая этика стремится, помимо этой стремиться, вторгнуться именно вот в эту свободу позитивную и дать здесь предписание. И когда христианцы приходят и говорят, что главное — это любовь, ведь она что говорит? Она говорит о том, на самом деле, что вот внутри вот в этой сферы ограниченной, да, дать принцип положительный, чем заниматься. Что вот она, вот эта внутренняя сфера свободы, должна быть организована согласно любви, да, и ориентируемой её должна быть любовь. То есть позитивная этика, да, вот она должна состоять вот в некой любви. И понимание её сложное, чтобы понять, что это такое сложно. Потому что мы привыкли, на самом деле, к любой этике относиться с позицией закона. И мы пытаемся даже любовь понять как некий закон. Мы думаем почему-то, что и речь идёт о том, что возлюбить ближнего своего как самого себя или возлюбить Бога, что это закон, да, что Христос отверг одни там законы и дал другие, да. Или там говорят так даже, что отверг вообще все законы и дал только один закон. Любите друг друга, как я вас любил. Нет, на самом деле. Это всё неправильно я понимаю. Никаких законов он не давал. Суть вопроса состояла в том, в чём тонкость как бы христианства. Христианство состоит в том, что на фоне как бы того, что не... Он же говорит, что я пришёл исполнить это закон, а не отменить, да, что ни одна йота не пропадёт, и да, да, ни одна Кираира там... Кираира, запятая, по-моему. Ну, в общем, как бы, что он исполнить пришёл, а не нарушить. Суть вопроса в чём состоит. Что вот эти... Он ведь относится к закону. Но имеется в виду, что то, что Христос предлагает, то совершенствование, о котором речь идёт, это речь идёт внутри вот этой сферы. То есть, имеется в виду осуществление этого позитивного принципа, сыновства. Поэтому этот принцип является принципом добра. Ещё раз говорю, этот принцип мог бы быть любым, но мы обсуждаем этику. Принцип, в принципе, мог бы быть любым. Например, принцип художника там, допустим. Рисовать там, так сказать, это совершенно, как бы, там, в каком-то специальном особом состоянии восхищения. Любой принцип какой-то. Придумал себе принцип и живёт. И так далее. Не важно, как внутри этой свободы человек самоопределится. Это его правда. Но с точки зрения этики мы ведём речь о этике добра. И этика добра в том варианте, как полупредлагательство скрестятся, это есть этика любви. Возможно ли другая этика добра? Это надо думать, на самом деле. Это может быть и невозможно. Потому что, почему любовь именно является? Потому что отличие закона, то есть отличие отрицания, да, от, как бы, позитивной позиции состоит в том, что отрицание, оно абстрактно. Не убивай и всё. Тебе не говорит, кого, это что, не убивай людей. Не говорится, кого конкретно не убивай. Не Петю, Васю, там, не так. Просто абстрактно. Каких-то людей не убивай. То есть, иначе говоря, закон звучит, как какое-то понятие. Это некое абстрактное предписание, которое, как бы, ты должен выполнить. Тут не обсуждается никаких конкретных вещей, каких-то конкретных обстоятельств, а просто говорится абстрактно. В любом, во всех случаях не убивай. Всё. А когда речь идёт об этике любви, то имеется в виду, что ты должен войти в конкретные обстоятельства. То есть дело в том, что закон, он не видит на самом деле многого. И ты должен исходить именно из конкретности. Вот это противоположность абстрактного и конкретного здесь имеет существенную роль. Любовь, она именно... Например, если я хочу помочь человеку, я могу поступить абстрактно. Я могу просто дать милость у него абстрактно и уйти. А там что с ним будет с этим человеком, мне как бы всё равно. То есть фактически тогда я помогаю не человеку, а я просто осуществил некий абстрактный принцип. И этот был бы человек другой, третий, десятый, неважно кто. Может вообще человека нет. Просто картинка нарисована, я денежку дал, типа помог. Понимаешь? Как будто человек, вообразив, что это человек, денежку дал, ушёл. То есть мне наплевать, потому что принцип осуществует, осуществует, денежка дана, дана, всё, значит всё сделано. Это абстрактный принцип. А речь идёт о том, чтобы конкретность... В чём любовь-то стоит? Чтобы войти в конкретность вот этого человека там. То есть узнать, в чём состояло бы его добро. Мы же говорили, когда говорили про добро, что зло, оно как бы оценивается по своим намерениям. Здесь отсутствует симметрия. А добро оценивается по результатам. Потому что доброе намерение, то есть намерение принести пользу, в итоге в своём действии может оказаться вредом. Ну факт, потому что мир так устроен, на самом деле, что мир, на самом деле... Мир, на самом деле, мы не можем как бы все учесть конкретности условий. Мир, пока мы там как-то планируем какую-то принести кому-то пользу, она может измениться. Может измениться условие, и мы в итоге стараемся, 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 и всё равно ничего не получается. Какое случается? Это не от нас зависит, к сожалению. Мы не можем контролировать весь мир. И поэтому, на самом деле, добро мы всегда оцениваем по его результатам. Если мы добро оцениваем по его результатам, то в отличие от зла, который мы оцениваем по намерениям, зло мы оцениваем всегда абстрактно, вот это тоже очень важно сейчас, а добро мы всегда оцениваем конкретно. Зло мы оцениваем по намерениям, не убивай! Не убивай, мы оцениваем по намерениям. Вот смотрим, не убил. Сколько угодно он что-то может. Главное, что мы зло останавливаем в намерении. Мы просто указываем, чего делать нельзя. А добро мы оцениваем по результатам, конкретным результатам. Ты можешь по намерению своим быть совершенно добрым. Как бы, на самом деле. Но если фактически это твое добро не осуществляется, то это не добро. То есть намерение... То есть добро всегда требует конкретности. Если в своих благих намерениях куча народу погибла, то ты убил. Нет, ну ты как бы зло все равно не совершил. Но тут очень тонкая вещь. Мы до этого тоже дойдем. На самом деле, если твои намерения действительно были чисты, дело тоже непонятное еще. Намерения еще трудно оценить. Это же другой разговор. Что мы на самом деле не понимаем своих намерений. Мы вроде бы намеряемся совершить добро, а на самом деле у нас где-то под спутом работают другие механизмы. И мы непроизвольно можем корыстным образом себя обманывать. И как бы совершая добро, а искать в этом корыст. И получается это уже не добро, это уже что-то. Не то добро, о котором мы говорим. Не этика добра, а уже какой-то... Лучше в случае экономический обмен, а то еще хуже, просто обман. Так вот. Тут материи все сложные. Но нам надо добраться до этого добра, который в свободе. Добро в свободе. Почему конкретно? И почему оно конкретно потому, потому что мы хотим его осуществленности. Мы хотим не просто добро абстрактного намерения, а добро осуществленного дела. Чтобы оно было осуществленным делом, мы должны войти во все обстоятельства конкретных вещей. Для того, чтобы их проконтролировать, и чтобы осуществилось именно то, что мы хотим осуществить, а именно добро. То есть мы на своем намерении должны на самом деле как бы пытаться воплотить конкретно добро. Но как это сделать, если, например, мы видим конкретного человека, как сделать ему добро? Ведь он уже на самом деле свободный. Это означает на самом деле, что мы должны войти в конкретность данного конкретного человека и понять, как ему конкретно помочь. Так вот эта попытка понять, как ему нужно конкретно помочь, и есть любовь. Ещё раз говорю, а почему именно любовь? Потому что, я говорю, добро, то есть этика осуществляется только между существами, которые имеют волю. А не между человеком и камнями. Мы не можем камень любить. и там бесполезно говорить об этике любви только этика любви осуществляется людьми на существо которые имеют воли и получается что именно не поэтому и любовь в прицепах мы хотим войти в конкретность исходя из любви и исходя из того что человек не мне а из этого конкретный человек исходя из того что ему конкретно будет добром и то есть любовь да и неформально конечно да ты входишь в положение этого человека конкретно ему и хочешь конкретно ему принести пользу и в этом состоит твое намерение и в этом состоит собственно добро, которое ты хочешь осуществить на деле в виде пользы и вот эту пользу, которую ты осуществляешь она может только тогда состояться когда ты действительно войдешь в эту конкретность она может состояться случайно как лотерею выиграть, но тогда это просто намерения не было если какое-то добро осуществилось случайно, потому что шел, 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 раз миллион долларов нашел То это и не добро. Это не добро, да. Оно случайно осуществилось. Намерения не было. А чтобы это было пользой для тебя, допустим, в миллион долларов. Хотя неизвестно. Ты вдруг начал шуровать по кабакам и прочее. И, короче, я сгинул. Ну, неважно. Суть вопроса в другом состоит. Допустим, это для тебя польза. Но это случайная польза. Это выигрыш. Это не добро. Добро должно быть намерение. То есть в том, где состоит суть добра, что она... Копал, копал, копал и откопался в друг золото. Но все равно же это случайность. Ну, как? Смотри, для того, чтобы это было добро, на самом деле, надо, чтобы кто-нибудь туда зарыл, и тебе как-нибудь намекнул, что копать надо там. Тогда кто-то намеренно вложил туда, чтобы ты откопал. Не нужно. Так вот, суть вопроса в чем состоит теперь. Мы хотели понять, на самом деле, вот это добро, которое ты намерешься осуществить, оно, на самом деле, распадается на два вида добра. Даже на три вида добра. Добра с точки зрения экономического. То есть, на самом деле, я хочу принести другому пользу, чтобы он мне принес пользу. То есть, такой обмен экономический. Но не будем в крайность уходить, потому что он может... И тут просто присутствует корысть, потому что я заранее как бы предполагаю, что на мое добро человек ответит добром, такой обмен добром. Это первый. Второй момент, когда я делаю добро, не ожидая добро от этого человека конкретно. Но в принципе, понимаю, что я осуществляю как бы всеобщий некий принцип, как помощь на дорогах. И что мне точно так же хотелось бы, чтобы когда-нибудь, когда мне бы точно так же добро оказали. То есть, какая-то разумная эгоизм. Второй тип добра. У него есть тоже корысть, но корысть как бы опосредованная. Я просто хочу устроиться, чтобы в мире была разумная, что если я сейчас приношу ему помощь, то я потом хотел бы, чтобы мне точно так же помощь принесли. И все виды, многие виды добра на нашей земле. Гостеприимство, помощь на дорогах, помощь детям и больным, всякого рода помощь сиротам каким-нибудь больным, увечным, сумасшедшим и прочим. Много, короче, благотворительных, всякого рода деяний есть таких, которые именно построятся на этом принципе разумного эгоизма. Но нам-то самое важное из этого добра теперь изъять самое главное – добро бескорыстное, если оно вообще возможно. В чем есть сомнения? А бескорыстное добро – это добро, которое в принципе не нацелено ни на какую корысть, вообще ни на какую, даже не на разумную корысть. Не то, что как бы, а вообще как бы, оно имеет цель. У него цель состоит в том, чтобы осуществить этику. То есть, чтобы добро осуществить, цель у него есть. Но у него нет целей, связанной с тем, чтобы это добро вернулся. То есть, ты делаешь не для того, чтобы, как в карме, да, там, добро, для того, чтобы карму свою повысить и в следующей жизни переродиться. Не для того, чтобы… А как ты это поймёшь, что это добро-то? То есть, чтобы понять, что это польза, надо, чтобы… Нет, ты пользу приносишь. Как это добро, всегда ты приносишь пользу. Другое дело, что ты приносишь пользу не для того, чтобы принести пользу себе. Отсрочно. Либо сразу, как в экономическом обмене, да, типа, там, договор подписал, да, по типу… Ну, ты же правильно сказал, это жертва чего-то. Это жертва, правильно. Это жертва. Вот мы дошли до самого главного, ещё хотели сегодня дойти, ещё долго шли, и вообще ужас какой-то. Это жертва. То есть, ты жертвуешь, у тебя вот что-то есть, и ты этим то, что есть, жертвуешь. И на самом деле, в чём самое, как бы, странное? Самое странное состоит в том, что с точки зрения экономического обмена, мы можем обменяться жестами. Я могу пользу тебе сделать, ты можешь пользу меня обратно сделать. С точки зрения помощи на дорогах, мы можем обменяться. Я могу тебе что-то сделать. Жертва, она всегда бескорестна. Да, а жертва обменяться невозможно. Ну, а если тебе же Игорь говорил, если жертва корыстна, то это не жертва, это выкуп. Правильно. Я говорю, что жертва состоит в том, что ему, ей, жертве ответить нельзя. Вот в этом состоит смысл того, что Христос распят на Христе. Это жертва, которой невозможно ответить. В принципе, ничего нельзя сделать здесь. Страшность такой жертвы состоит в том, на самом деле, что она может быть манипулятивной. Помнишь, ты говорил, что Папа Римский ездил по нас лагерям, да, и он обратился к Богу и сказал, где же ты был? Да? Нет, это не я говорю. Ты рассказывал, в прошлом раз ты нам говоришь на семинаре про Папу Римского и приводил сейчас на степень примера. И что? Что он к Богу обратился и спросил, что это одна из причин, почему он уходит из Папа Римский. Я вот думал над этим и нашел такой ответ, что ведь Бог, когда распяли его сына, собственно распяли Бога. Понимаешь? В том смысле, когда распяли самого Бога, он уже не вправе вмешиваться, он не может вмешаться, не нарушив нашу свободу, даже когда мы стройком следеем. Потому что он вмешался, а его ответ. Он, как ему, только насильно ему, что-то, насильно не может. Понимаешь, что это? Ну, вот наша жизнь стекла, Бог в нее вмешался посредством Христа. Пришел Бог на землю и сказал, ребят, надо жить вот так вот. Его убили. Ты очень хорошо говоришь, это дело в том, что, вот представь, давай сначала начнем с иудаизма. Есть этика закона. Вопрос следующий. Подчиняется ли Бог этим законам? Вот, например, мы говорим, вот Бог дал законы людям. А сам этим законам не подчиняется? Это несправедливо же было бы. Получалось бы так, что Бог что хочет, то и воротит, а люди как рабы должны подчиняться, что ли? Ну, просто Бог, он же не человек. Нет, подожди, подожди. Это закон для людей? Нет, это первое понимание, на самом деле. Это первое понимание, где люди действительно рабы. Нет, видимо, по отношению к людям Бог подчиняется своему. Нет, нет, послушай, Валя, я не прошу тебя отвечать. Я делаю, я риторическое высказание говорю. Это не последний вывод. Ты, почему-то каждый раз думаешь, что я говорю, последний вывод, и тут надо саблю доставать и рубить. Я просто говорю, что это, почему люди были рабами? Потому что Бог дал людям законы, а сам этим законам не подчиняется. Вот вспомни Ёва там. Что хочу, то я ворочу. Какое ты право имеешь там что-то судить? Ты кто такой прыщ там на небес? Сейчас хочу тебе дам, заберу, хочу, заберу. Ну как вот, ну как, что это за Бог такой взял там, всех выкосил, всех его родственников? Они не люди были, что ли? Кто такой Ёвт? Ёвт человек, а все его родственники, там, жены и прочее. Не люди, что ли там? Всех выкосил. Дети выкосил. Как будто бы это никто были. Грибы росли такие, понимаешь? Выкосил и всё. Я тебе новых, и новых ему дал. Да. Так вот, суть-то вопроса в чём. А старые, ну ладно. Так вот, это первое понимание Бога. И когда Бог понимается именно так, что не подчиняется законам, которые сам дал, то тогда Бог является господином, а те, а мы рабы. Нам, эй, рабы, вот вам закон, типа, там, подчиняйтесь, потому что я, типа, господин, что хочу, то и ворочу. Второе понимание. Когда Бог, на самом деле, подчиняется сам своим законам. Вот Он дал законы и сам на себя их поставил. Вот как ты говоришь. Получается, не только, на самом деле, мы ограничились законами, но и Бог себя ограничил, дал нам свободу. Он не так, как под крабом, как бросил законы, как, вот я это не буду, типа, послушать, я это буду вас сжигать, там, начали поклоняться какому-то тельцу, там, мочить всех подряд. Все, это первое. Как рабам. А вном завете он уже... Нет, а теперь Бог сам подчинился этим законам. Он сам сказал, что да, типа, и вот ваша свобода... Что это общая наша законность? Да, с Богом. То есть и Бог теперь подчиняется точно так же. Он ограничил свою свободу, чтобы дать ее нам. Он же мог, на самом деле, взять, как бы, и попрать ее, как мы рабы, и что-то мы такие. Вообще пыль земная там. И все, сдуй. И Бог себя ограничил, и мы, и мы, потому и мы должны себя ограничить. И вообще, на самом деле, если вдуматься, на самом деле, то, что делается на небе, то, что на земле делается, это симметричные всегда вещи. Всегда совершается одна и та же симметричная ситуация. Бог себя ограничил, и он... И мы себя ограничиваем. Удивительно, что мы-то это понимаем, а Папа этого не понимает. Так вот, дело в том, что это еще не конец. А третий принцип состоит в том, что Бог сказал ему, можете закон не исполнять, действуйте из любви. Понимаешь? И именно тогда он послал Христа. Понимаешь? Ты самец, симметричная ситуация другая. То есть, он послал Христа уже в ветхом завете, как бы, Бог ограничил себя, чтобы отдать свободу. То есть, он начал ограничивать. На самом деле, он, как ты говоришь, вмешался в нашу жизнь из любви. В конкретность нашего дерьма, условно говоря, в том, в чем мы там пикили. Он вошел. Конкретность мира, он абсолютно вошел в конкретный наш мир, в конкретное время, в конкретных обстоятельствах, в конкретной стране, во всю эту конкретность вот так вот вошел. Из добра. Из добра. И разрешил нам точно так же, как бы, входить в конкретность других людей тоже из добра. Точно так же. Здесь... Здесь... Здесь суть-то в чем состоит жертва-то, на самом деле. Вот, есть два вида жертвы. Давайте все-таки это тоже обсудим, это важно, а то, может быть, возникнет недопонимание. Есть жертва манипулятивная. Но вот, манипулятивная жертва, это когда, поскольку вы не можете ответить на мою жертву, то я жертвую собой, вот как вот, допустим, вот это очень принято у юпотцев. Там, на глазах кого-нибудь совершаешь каракири, и тот, кто виноват, как бы, да, ну, каким-то косвенным образом, что это каракири случится, он, как бы, понимает, что это жертва, на нее возможно ответить только другим каракири. Да ничего не... Даже и то непонятно, возможно ли, потому что оно будет второе, а не первое. Обусловленное будет. Первое каракири, она свободная, а второе, она обусловленная от первого. То есть, вообще невозможно ничего сделать. И вот это, ну, это есть фильм такой, это называется, по-моему, как-то «Брат», что ли называется. Ну, неважно. В общем, суть, если как бы говорить, то об этом, что вот жертва может быть манипулятивной, может совершить манипулятивную жертву для того, чтобы заставить другого что-то делать. Это первый вариант жертвы. И эта жертва, естественно, некрасивая. И, как бы, эта жертва просто... Ты, как бы, пользуешься чем-то там для того, чтобы в своих целях, опять же, это как вот в торговле, это как вот в этом, как в экономическом обмене. Ты, на самом деле, ради прибыли же совершаешь пользу. Ты, как бы, обусловленную пользу совершаешь. Не настоящую пользу, не исходя из свободы, а исходя из нужды какой-то. Так эта жертва не будет добром-то? Эта жертва не добро, нет. Я вам сразу говорю, потому что она имеет цель другую, намерение имеет другое. А есть настоящая истинная жертва, которая является добром, она другая. Понимаешь, вот эту вот настоящую истинную жертву... Вот эту жертву, которую манипулятивную, нельзя называть жертвой, она по-другому называется. Ну почему? Ну потому, потому что это не жертва, потому что жертва, это когда-то такое бескорыстное. А это просто манипуляция, это мошенничество. Ну может быть, да. Я не знаю, как её понимать. Может быть. Но вот это, скажем так, настоящая жертва, которая совершается, она настолько безмерна, что на неё невозможно ответить. Вот Христос погиб, умер на Христе. Что люди могут на это ответить? Ну что они могут сделать? Ну вот все бы люди сейчас праведниками стали. Это что бы, это был бы ответ. Но ничего невозможно сделать. Некрасное свершилось. Да, ничего сделать невозможно. Но можно на самом деле, только единственное что-то сделать, что на самом деле самому действовать, исходя вот из этого принципа. То есть, почему Христос распят на Христе? Получилось как, что люди отвергли Бога своей жизни, правильно? Убив его. И теперь можно сделать только одно, это пойти навстречу Богу. Потому что ничего не остается. Нет, ну ты как бы опять решил утрировать и скользнул на простые стандартные рельсы и плавно там заскользил, как православный. Дело не в этом. Еще раз говорю, надо стараться избегать прямолинейных этих ответов, потому что они все как бы на самом деле криволинейные, они все не туда и двигаются. Нету тут прямолинейных ответов. Суть вопроса состоит в том, что Христос распят, показывает нам на самом деле, что единственный принцип добра, бескорыстный, это жертва. Вот добро, Бог же это добро абсолютно, как бы распят на Христе, единственный принцип бескорыстного добра, это жертва. Это просто нам говорят, ну ищем с тобой, где этот принцип? Где его найти? А это как бы доказательство, условно говоря, божественное доказательство. Можно пытаться искать человеческое доказательство, а можно искать божественное доказательство. Божественное доказательство состоит в том, что ради людей Христос пожертвовал собой. Это доказательство того, что это и есть добро бескорыстное. То идеальное добро, о котором мы говорим. Значит, по логике получается, что... Почему оно бескорыстное? Потому что это убыток же. Это же абсолютный убыток. Слушай, тогда получается, что с точки зрения человеческой логики Бог иначе не может поступить, если с другой стороны. Не мог никак. Я ж тебе говорю, что... То есть это было с точки зрения логики... Еще раз говорю. Мы находимся с небесами в такой связке. Все, что происходит на небесах, происходит на земле и наоборот. Об этом в Евангелии так записано. Все, что свяжете на земле, будет связано на небесах. Все, что развяжете на земле, будет развязано на небесах. На самом деле это не означает, что произвольно тут сейчас свяжем, произвольно развяжем и все как попало будет. Нет, на самом деле просто то, что на земле, отражается на то, что происходит на небесах, и наоборот. Это два симметричных мира. И то, что Христос распят, и как бы в этом явлено абсолютное добро. И что абсолютное добро может осуществиться только в жертве, абсолютно. Ну, Бог жива. Абсолютное добро может явиться в абсолютной жертве. Это означает, что мы можем искать бескорыстного добра только вот в такой же жертве. Но у нас не может быть абсолютной жертвой, мы уж конечные существа. В какой-то жертве. Иначе, говорит, все, что мы можем сделать в смысле бескорыстности, это жертва. Другого пути нет. Вот мы достигли теперь какого-то смысла того, чего хотели сегодня достичь. Я, собственно, хотел объяснить, что жертва Христа – это не просто простое нечто. Это на самом деле отображение того, в чем состоит настоящая этика. Этика любви. Она состоит в том, что ты должен в конкретности обстоятельств совершить пользу в отношении другого, исходя из жертвы самим собой. Но если вдуматься, это и есть две вещи, просто имеющие разные стороны. Я иду навстречу ближнему, пытаясь из его конкретности совершить в отношении его добра, но ведь я же жертвую своим личным временем, своей жизнью, всем своим жертвую. Это одно и то же. Это просто две стороны, как бы, жертва и совершение добра вот этого настоящего. Это просто одно и то же, просто две разные стороны. И с разной позиции мы смотрим. В чем состоит, на самом деле, проблема, если теперь брать не божественное доказательство, а пытаться человеческое доказательство взять? Например, любой поступок, какой бы ни совершил человек, мы всегда можем со стороны посмотреть и привести кучу доводов, в том числе и психологических, почему этот человек поступил корыстно. Дал милостыню, хотел, типа, как бы, почувствовать себя, типа, там, хорошо, да, вот, даешь милостыну, типа, я добрый, там, или показаться перед другими людьми, он хотел, там. Что бы человек ни сделал, всегда можно найти объяснение, по которому этот человек, у этого человека увидит корысть. Потому что мы всегда, когда пытаемся что-то объяснить, мы пытаемся это объяснение найти в причинно-следственных связях. А причинно-следственные связи для нас, это всегда обычно проясняет, как бы, вот, как ты же сам начинал с этого, да, некую корысть. Ну, зачем он это делает? Ну, из корысти, ну, зачем он денег куча столько дал? Ну, потому что, типа, хотел, чтобы люди подумали, вот какой он, типа, там, богатый, типа, может деньги кому-то дать, типа, крутой, наверное, там, и прочее, много зарабатывает, и прочее. Ну, короче, всегда можно какую-то такую или иную хитрую, там, придумать причину, по которой люди действуют так, а не иначе. И поэтому психологизм в таких объяснениях, он ничего никогда не объясняет. Потому что нам, на самом деле, важно исходить из некого внутреннего понимания. Каждый из нас, почему мы говорим о этике внутреннего, о этике личного убеждения? То, что мы должны изнутри увидеть, каково наше намерение. Но тут другая проблема, ведь мы же себя не знаем. Нам кажется, на самом деле, что наши намерения нам ясны. Мы, на самом деле, очень хитрые существа, и сами себя иногда обманываем. Нам кажется, что вот, мы из каких-то там, как особых намерений, каких-то добрых, это осуществляем. А на самом деле, потом, как-нибудь, вдруг даем себе отчет, что в этом присутствовала такая-то корысть. То есть мы хотели, мы помогали ближнему, потому что надеялись, что он когда-нибудь нам поможет. Или что он, типа, потом, как бы будет говорить, что, типа, вот, там, такой-то человек очень хороший, потому что мне помог. Ну, всегда надеемся на какие-то, там, плюсики и минусы. Это плюсики, да, как бы. Мало ли, знаете, как рука руку моет, там, типа, там, помоги, чтобы я тебе помог. Ну, то есть, на самом деле, всегда какие-то свои вот эти вот маленькие корысти, не обязательно материального свойства. Но иногда достаточно, там, просто почувствовать себя, как бы, там, благодетелем. И то, это все тоже человеческое, да, в этом тоже присутствует определенный род и корысть. Так что тут вот очень сложная вещь, как на самом деле поступать. У меня была мысль, на самом деле, что поступать надо тайно. То есть добро творить тайно надо. В этом есть определенного рода мудрость святых. Дело в том, что очень много есть таких вот примеров среди святых, когда святого, святой совершал, ну, он был добрый, совершал добрые поступки, а на самом деле все его считали, там, последней пьяницей, там, пройдухой, там, мошенником и прочим. То есть, когда он на самом деле неведом был, да, людям, какой он на самом деле. Тут в чем смысл? Тут смысл в том, что, не смысл не только в том, что потом это вдруг, как вот в сказках рассказывают, да, что они не знали, не ведали, что человек такой хороший, и вдруг узнали, типа, и так далее. Нет, тут не в этом смысл, что, как вот, типа, какой, типа, он подвижник, типа, вот он все скрывал, и он, наверное, ведь, для чего он скрывал, чтобы его не похвалили, что... Тут суть не в психологизме. А здесь суть это и в том, чтобы сам себе человек, вот, сам себя не обмануть, понимаете. Вот если, вот я, условно говоря, если выйду, как фарисей, да, на улицу, начну делать благодеяние, направо-налево, милостынюю раздавать, но я сам не смогу удержаться в этом, понимаете, я сам начну наслаждаться самой ситуацией. То есть, я так устроен человек. Конечно, так нельзя делать. Да, поэтому добро... Почему должно быть тайно? Не потому, что, как бы, это принцип добра, а потому, что мы сами не умеем удержаться, мы настолько сами страстны. Мы не можем вот без корысти этому удержаться. Поэтому нужно... А если, допустим, нас злословят... Почему блаженные вы, когда злословят вас? Ведь дело же не в том, что там действительно блаженство. Вот что хорошего-то, меня злословят, а я, типа, должен разоваться. Нет. А блаженные состоят в том, на самом деле, что... Здесь мы можем освободиться своих страстей. Если меня злословят за мои добрые дела, то мне, как бы, что... Ну, это, значит, я поступаю бескорыстно. Какая может быть корысть у человека, которого злословят? Не ради же злословия люди будут делать. То есть я как что-то делаю, а меня не понимают, меня злословят, меня гонят, меня бичуют там, да, прогоняют, меня посылают в тюрьму, вот как Павел там страдал. Что только с ними делали, да? То есть он делал добро, а на самом деле с ним что только не делали. На самом деле это нужно для того, чтобы вот себя вот внутри укоротить, чтобы вот эту вот, своего вот эту вот, как бы, свою корысть, да, которая на самом деле есть проявление нашего вот эгоизма. Вот он постоянно выскакивает, этот эгоизм, и хочет... А, вот какой я хороший, типа, а какие я здесь дела тут совершаю, какой я умный и так далее. Чтобы вот это всё не выскакивало. В каком-то отношении это обуздание страсти. Обуздать его можно только вот в такой вот тайне. Если совершаешь что-то такое, то надо совершать тайне. Но тут ещё есть другой момент, что можно и втайне ведь это совершать в таком, знаешь, как бы там, в понимании, что это я вот такой тайный и прочее. И поэтому неплохо было бы, если бы тебя всё-таки злословили, пинали. То есть должна быть не просто торжественная тайна, где-нибудь там сидишь, где-нибудь там, в пещерке там, и в торжественной тайне что-то там осуществляешь. Нет, должна именно быть на самом деле... Почему как бы вот христианство в это упирается всё-таки? Должно быть вот это вот гонение должно быть, должно быть вот это вот уничижение, злословие. Должно быть, чтобы это нужно для укращения страстей. Тот, кто может укротиться по-другому, ну и возможно ли это, я не знаю. Тот может поступать по-другому. Но вот цветы считали, что это невозможно. Не в силу человеческой природы, на самом деле, укротить свои страсти, да? И поэтому как бы нужно добро совершать, вот исходя из этой тайны, и не просто тайны, а тайны, которые злословят, которые не понимают, которые гонят, которые уничтожают. Только так. Вот объяснение, собственно, почему христианство именно таково. Оно не мазохизм. Просто оно в поисках вот этого идеального добра, бескорыстного, оно дошло вот до таких пределов, которые, может, иному человеку просто немыслим. Да как это так? Как это специально искать себе бещевание, злословие, как бы непонимание? А, вот у Достоевского есть пострадать. Страдали? Зачем? В чём смысл-то этого? Это не в том, что они не говорят, что мазохисты, а в том смысле, что только так можно укоротить своё вот это внутреннее крестолюбие, свой эгоизм, который постоянно выскакивает. Вот, типа, я делаю это, потому что вот то-то, то-то. Или там. Пытается как-то всё это состыковать, пытается во всём ведь найти наслаждение. Чтобы вот это укоротить, нужно вот такой ситуации. Нужна именно идеальность такого случая. Не знаю, как бы, правильное это во всей полноте понимание, потому что, может быть, здесь нюансы есть. Ну вот, может быть, в нашей земной жизни, в принципе, это только мыслимо, да, как вот осуществление такого добра, а фактически оно вообще никогда не удаётся. Может быть, это и так. Субтитры создавал DimaTorzok